Добрый день, дорогие коллеги. Спасибо за приглашение выступить. Хотя, честно могу сказать, тема хоть и актуальная, но очень непростая. Потому что, я думаю, только что выступала Кристина Вячеславовна с абсолютно структурированным, правильным докладом, но все равно не лишенным каких-то вопросов, неясностей тех мест, где нужно додумать. Это при том условии, что терапия меланома развивалась, ну, современная терапия, да, с 2011 года, и лекарства все-таки появлялись относительно постепенно, и подходы видоизменялись также не в один день. Что же в отношении COVID-19 и онкологических пациентов? Ну, на самом деле история очень небольшая по длительности. Нам все приходится метать на живую какую-то нитку, и ответы часто получаются позже, чем необходимость принимать какие-то решения. Я, конечно, очень надеюсь, что эта ситуация когда-то закончится, и действительно, наверное, это самое лучшее из тех высказываний, которые приходили ко мне на WhatsApp, очень хочется пощады, но боюсь, что к 2021 году мы этой пощады не получим. Итак, COVID-19 ворвался в нашу жизнь весьма и весьма неожиданно. Если вы вспомните прошлый Новый год, то казалось, что вообще ничего не предвещало беды, и только наиболее опасливые товарищи, вроде меня, как бы, да, видя, как китайские партнеры закрывают миллионные города после того, как случилось несколько случаев этой инфекции, чувствовали недоброе. Но после этого постепенно стало понятно, что это действительно реальная проблема, и многое нам придется менять. Что-то мы меняли вынужденно, то есть без планов, как бы, да, просто после удара молотком по голове заболевание онкологов возникало, приходилось карантинизировать пациентов, соответственно, часть пациентов локализовалась по месту жительства, не имея возможности доступа к федеральным центрам. Ну, а что-то приходилось менять профилактически по заранее обдуманному плану, то есть тогда, когда мы все-таки осознали, что эта проблема грядет, и нам нужно принимать какие-то осмысленные действия. Но по-любому получилось так, что в нашу стройную, хотя, как опять же показал предыдущий доклад, не до конца стройную, оставляющую место на подумать, на какой-то выбор самостоятельный, систему, но все-таки систему, формировавшуюся годами и десятилетиями, наложился игрок, которого мы, к сожалению, не ожидали, но который абсолютно полноценный игрок, игнорировать которого нельзя. Но, с другой стороны, если смотреть на те же структурированные схемы НССН, то он там так и не отражен до сих пор, и в большей степени все рекомендации, которые есть, они такие словесные и вербальные, как бы, да, предусматривающие очень большое количество степеней свободы. К чести российских профессиональных сообществ мы достаточно быстро среагировали, и Русска, на самом деле, написала общие рекомендации по лечению онкологических заболеваний еще в апреле, но, опять же, проблема была в том, что это общие рекомендации, да, и второе, они были написаны в тот момент, когда мы больше пребывали в ожиданиях и строили догадки, что же произойдет. То есть, реально, мы могли ориентироваться только на опыт наших зарубежных коллег, но, слава богу, мы сделали это на опережение. И вот, казалось бы, с апреля прошло всего немного времени. Я вот сравниваю с своим вебинаром, который я вел с того же самого места, как раз сзади этой виртуальной фон, а не библиотека. В тот момент я мог сидеть на улице и показывать прекрасные пейзажи за спиной, но смысл-то как бы не в этом. Посмотрите, что произошло за этот интервал с 11 апреля по 3 декабря. На 11 апреля, когда был первый вот этот вебинар, во всем мире было миллион семьсот тысяч случаев. А сейчас у нас в Российской Федерации 2 миллиона 375 тысяч случаев на тот момент, когда я делал эту презентацию. И при этом нужно признать, как бы, да, еще раз, я не всегда страдаю излишним патриотизмом, но если посмотреть на цифры, даже предполагая определенную степень неточности российской статистики, мы видим, как бы, да, что мы находимся далеко не на первых местах, как по заболеваемости, то есть по количеству заболевших. Так что самое важное, по смертности на 1 миллион населения. То есть, в принципе, мы с вами идем где-то на уровне, наверное, Германии, но, правда, это можно и потерять в ближайшее время с учетом пиков заболеваемости, но в любом случае мы отстоим далеко от Соединенных Штатов Америки, в которых, к сожалению, борьба с этой болезнью была не очень удачна. Так что формально, как бы, да, впору нам писать рекомендации для остальных стран по преодолению этой напасти. Ну, тут еще присоединилась вакцина, хотя со своими нюансами, как бы, да, мы, конечно, заявили, что мы создали первую вакцину, но когда я залез в Ланцет, чтобы почитать первоисточник, на основании которого мы зарегистрировали свой вакцинальный препарат, оказалось, что в том же самом Ланцете одновременно есть пара аутсайдеров, которые не зарегистрировали на тот момент свой препарат, но только у них на то же самое время было тысячи и полторы тысячи, ну, не пациентов, а людей в клинических исследованиях. Но в любом случае, как бы, да, факт остается фактом, ситуация может развиваться по-разному, но пока нам удалось действительно избежать катастрофического итальянского, испанского сценариев, когда не было возможности куда-то вообще даже просто физически положить пациента, и пациенты погибали из-за неоказания медицинской помощи в связи с параличом системы здравоохранения. И, возможно, это произошло именно из-за того, что мы смогли сработать на опережение и подуть на воду, как бы, да, и остановить эту пандемию. Что же произошло с основными постулатами, как предотвращать, как бороться с коронавирусной инфекцией у онкологических пациентов? Ну, собственно говоря, от апреля до декабря ситуация не сильно поменялась. Это еще одно мероприятие, которое тоже, как бы, да, было организовано тогда с моим участием. Тогда, когда мы спросили наших зарубежных коллег, которые уже столкнулись с этой проблемой, мы только ожидали ее прихода в Российскую Федерацию, что же делать, и получили, в общем, интересные ответы, которые через некоторое время дошли и до нас. Ну, прежде всего, в каком фоне они оказались, а потом оказались и мы. Вы увидите, ну, я думаю, что вы каждый почувствовал, что наша специальность с точки зрения, допустим, информативы, информационного присутствия, оно в одночасье из царицы полей, как бы, да, все онкология, онкология, мы превратились в сироту. Все силы брошены сейчас на борьбу с ковидом. Но при этом все-таки мы остались в своей специальности. Это крайне важно. Даже тогда, когда был пик мероприятий, во время первой волны, практически вся плановая помощь была остановлена, но онкологи, к счастью, как бы, да, для наших пациентов остались на своих местах и продолжили выполнять свою работу. То есть мы думали не о том, как лечить ковидных больных, как бы, да, а мы думали о том, как лечить наших пациентов в эпоху ковида. Здесь страшность онкологического диагноза, его тяжелый прогноз, его социальная значимость сыграла позитивную роль, потому что государству не хватило, как бы, да, моральных сил приостановить онкологическую помощь даже в эпоху ковида. Ну, а дальше, соответственно, понимая, что мы не сможем проскочить, пришло понимание, что нужно как-то менять свою деятельность, потому что все равно не удастся. Да, мы продолжаем оказывать онкологическую помощь, да, но оказывать ее в том состоянии, как бы, да, и по тем правилам, которые были до эпохи ковида, мы не сможем. И основной вопрос, как мы будем ее осуществлять, как мы будем осуществлять эти перемены, либо вынуждены, как Италия, Испания, когда просто они были поставлены перед фактом, что лечить этих больных негде, да и некому, да, либо по заранее продуманному плану, как по которому шли другие европейские страны. Мы выбрали заранее продуманный план и, собственно говоря, взяли те рекомендации, которые были разработаны для Европы, для Соединенных Штатов и адаптировали у себя. Но, собственно говоря, они абсолютно общие. Изоляция, самоизоляция при контакте или подозрении, скрининг симптомов перед поступлением в клиники, тестирование, маншрутизация, мобилизация ресурсов, защита персонала, ну и, соответственно, использование методик, которые при наличии выбора, да, использование методик, которые максимально ограничат контакт пациента с персоналом и между собой. Но понятно, что здесь, конечно, дьявол кроется в деталях. И вот эти общие рекомендации, они не могут быть оторваны ни от страны, ни от лечебных методик, ни от заболевания, которые лечим. Что важно? Ну, это мое субъективное мнение, но, как мне кажется, оно подтверждается практикой. Мы ожидали, чего нам не будет хватать. Нам не будет хватать кислорода, нам не будет хватать аппаратов ИВЛ, нам не будет хватать лекарств и так далее. Но оказалось, на самом деле, что самым слабым местом в системе здравоохранения оказались врачи. Не в плане того, что они слабые врачи, а в плане того, что они заражались первыми и заражались массово. И после этого, на самом деле, как бы все остальные вопросы становились уже неважными. Вопрос о том, какой препарат выбрать для лечения онкологических пациентов, какую методику выбрать для лечения онкологических пациентов эпоху ковид, он абсолютно не важен, если некому эту помощь оказывать, и врачи либо умерли, либо массово заболели. И здесь еще раз хотел бы обратить ваше внимание. Да, мы думаем о своих пациентах, мы думаем о своем долге и так далее, но прежде всего, конечно, нужно думать о том, как защитить персонал врачебный, сестринский, санитарский, любой персонал, потому что выпадение одного человека из цепочки производственной, оно приводит к гораздо более к катастрофичным последствиям, чем заболевания трех, четырех или пяти пациентов. И здесь вот эта вот пирамида перевернутая, как бы, да, о чем нужно помнить. Да, наверное, для общего контроля, как бы, да, ношения масок, индивидуальные средства защиты – это важно и достаточно важно, как бы, да, но с точки зрения контроля в пределах стационара, где есть и вообще лечебное учреждение, есть кучкование людей, и реально любой человек может стать суперсидером, то есть человек, который является распространителем, активным распространителем болезни. Просто в силу количества социальных контактов, здесь, конечно, основное – это предотвращение проникновения инфекции в стационар. И первое, наверное, как с защитой от радиации, это защита дистанции и времени, да, то есть попытка вообще элиминировать возбудитель из этой цепочки. Что здесь можно сделать? Ну, ограничить процедуры, требующие личные визиты. Ненужное обследование, ненужные контрольные визиты, скрининги, визиты просто для физического получения таблеток. Ограничение времени пребывания, что если человек все-таки попал в клинику, ему нужно в медицинское учреждение сделать так, чтобы он пребывал там минимальное время. Потому что если он инфицирован, то шанс передать инфекцию напрямую зависит от того, насколько долго он там находится и насколько долго он контактирует с пациентами и персоналами. Поэтому слабое наше место, к сожалению, такое, как логистика, его нужно исправлять. И там, где это удалось сделать, там и хорошие результаты. Заранее назначенное время, ожидание за пределами помещения клиники, удаление ожидающих из клиники. Соответственно, превентивная мера – это ограничение возможности появления инфицированных в клинике. Соответственно, тот, кто внедрил заранее обзвон, заранее опрос пациентов, которые планируют прийти в клинику о том, нет ли у них симптомов. Потому что люди, к сожалению, часто не задумываются о том, что придя с температурой, они могут вырубить весь врачебный персонал и в следующий раз не к кому будет приходить. Ну и, соответственно, это все-таки человеческое общение с пациентами, с родственниками для того, чтобы объяснить, почему это важно. Важно в том числе и в их шкурных интересах. Соответственно, защита на близких подступах. Если человек все-таки уже идет в стационар, то это посты. Да, это посты с измерением температуры, с опросом о симптомах, с опросом о контактах. Это зонирование помещений и отдельные входы. Это предотвращение скопления людей в одном месте. Там, где вход по очереди, но только очередь расположена за пределами клиники на открытом воздухе. Важно, как бы, да, все говорили про бахилы, но это больше, меньше работы уборщицы. А вот маски и антисептики для рук перед каждым кабинетом, это гораздо более эффективно. Ну и, конечно, социальная дистанция, понимание, что это нужно не только в магазинах и банках. Это нужно в стационарах, это нужно в поликлиниках, и самое главное, это нужно в ординаторских. Левый снимок, как бы, да, коллеги, как вы думаете, что произойдет, если здесь появится хотя бы один инфицированный врач? Скорее всего, вырубится все отделение. Почему в магазинах рисуют социальную дистанцию, а в ординаторских мы в ряде случаев продолжаем сидеть как селедки в бочке, и администрации, в принципе, это нужно, конечно, доносить, если она сама до этого не догадывается. Ну а по поводу индивидуальных средств защиты, да, это очень важное, конечно, важное, но это последняя линия обороны, то есть это ситуация тогда, когда вы уже столкнулись с потенциально инфицированным человеком. И здесь, опять же, крайне важно знать, как носить, что маска под подбородком не помогает, что маска с открытым носом не помогает. Для того, чтобы понять, как возникают вот эти суперсидеры, распространяющие, от слова сид, как бы, да, засеивание, распространяющие инфекцию, достаточно зайти в любой продуктовый магазин, где вроде бы драконовскими мерами людей заставили носить маски, но носят они их так, что лучше бы, наверное, не носили вообще. Постоянно трогая руками, которыми они потом касаются продуктов, с открытым носом кто-то носит под подбородком, собственно говоря, ну хорошо, магазин бог с ним, мы не можем повлиять, но в своем лечебном учреждении, конечно, нужно на это влиять. Особенно, если вы видите еще или коллегу, или пациента, сделать замечание абсолютно не зазорно. Это лучше, чем лечь на аппарат искусственной мембранной оксигенации, да, или отправить туда своего пациента. Медикаментозная профилактика и превентивное лечение. Об этом очень многое говорилось. Честно могу сказать, у нас были адепты вот этого подхода, которые говорили, что нужно начинать как можно раньше. Вот. И я искренне желал авторам успеха, хотя у меня были достаточно большие сомнения. Но, к сожалению, вот это вот исследование, например, которое было начато в Москве, оно как-то свернулось, и я так и не увидел публикации по результатам. Свернулось оно исходя из того, что ряд зарубежных рандомизированных исследований не показал преимущества вот этой медикаментозной профилактики с использованием гидроксихлорохина и вообще, в принципе, любой другой медикаментозной профилактики. Но сейчас у нас появляется надежда на вакцину, хотя как бы, да, со своими нюансами, потому что, судя по всему, сейчас страна столкнулась с проблемой, зарегистрировав первой, как бы, да, с тем, что мы не можем массово ее производить в настоящее время. Сейчас будут вакцинировать докторов, и я думаю, что каждый примет для себя индивидуальное решение по поводу того, готов он это сделать или нет. Опять же, исходя из своих представлений о добре и зле и о степени доказанности, эффективности и безопасности препарата. Но что же нам делать с экологической помощью, как больных-то лечить на самом деле? Да, и вроде бы, казалось бы, вот они рекомендации в помощь, но если вы начнете вчитываться в текст, вы поймете, что, к сожалению, они чаще всего звучат, опять же, очень и очень общо и не дают однозначного ответа по поводу того, каким образом нам поступать в конкретных ситуациях. К сожалению, беда застала приверженцев доказательной медицины врасплох, и здесь время смелых. То есть те люди, которые, и слава богу, опять же, что то же самое общество клинической онкологии, в членах правления которого я имею честь состоять, отреагировало очень быстро, и отреагировало, дав все-таки какие-то рекомендации, которые с нашей точки зрения позволяют предотвратить инфицирование, предотвратить проблемы от COVID-19. Правильные они, неправильные, как бы, да. Ну, покажите мне то рандомизированное исследование, посвященное методам профилактики COVID, которое проведено к настоящему времени. Да, это наш субъективный взгляд на ситуацию, но этот субъективный взгляд, конечно, опирается на медицинскую логику и на имеющийся на настоящий момент данные. И, собственно говоря, связь в общей массе, как бы, да, он сводится опять к тому же. Если у вас есть выбор в методиках лечения, выбирайте ту, которая, а, ограничит побочные эффекты, но без потери эффективности, как бы, да, или беззначимые потери эффективности. И, соответственно, отдалит пациента от стационара, от излишних контактов. Можно назначить контрольные исследования или не назначить? Лучше не назначайте, да. Можно обследовать реже? Обследуйте реже. Можете уменьшить, как бы, да, количество визитов в стационар за счет изменения либо режима лечения, либо режима дозирования? Изменяйте. Но, к сожалению, опять же, это все-таки общие рекомендации. И конкретные действия могут зависеть либо от тех вещей, на которые, как бы, да, мы не можем повлиять, либо от того, что мы можем изменить. Ну, во-первых, как бы, да, это особенности конкретного учреждения или региона. Понятно, что в НМИЦ имени Блохина, да, или в моем центре имени Рогачева и в районном диспансере в маленьком городе совершенно разная логистика, алгоритмы и, возможно, эшелонированной обороны какой-то. Второе – это индивидуальная смелость и мотивированность руководства конкретного учреждения. Безусловно, от этого многое зависит. Насколько думают о больных и о персонале, и чего они больше боятся – ковида или начальства. способность сотрудничества руководителей медицинской организации, функций и так далее. Насколько те люди, которые привыкли нас контролировать и выделять финансы, готовы пойти на изменение подходов по медицинским и логическим соображениям, как бы, да, возможно, отличающимся от принятых в настоящее время стандартов, но именно в пользу больных. Ну и, разумеется, зависит это от вида терапии, по поводу которого мы принимаем решение, ее потенциального выигрыша и рисков. Итак, что же делать, когда возникает конкретная проблема выбора алгоритма действий? Разумеется, конечно, я не смогу осветить все онкологические нозологии, более того, даже в пределах одной онкологической нозологии я не смогу за 30, за 20, за час, да, или за 2, или за 3 полностью дать какую-то программу действий. Но показать, каким образом имеет смысл думать, наверное, я могу. Вопрос о том, воспользуетесь вы этим примером или нет, ну, на самом деле, наверное, зависит от того, насколько он будет доказателен и насколько он будет правдоподобен с вашей точки зрения. Простой вопрос, как бы, да, но там, где есть 3 лечебных опции. Люминальный распространенный рак молочной железы в доковидную эпоху бодались между собой 3 опции химиотерапия, эндокриннотерапия, эндокриннотерапия, CDK4,6. Они же, собственно говоря, продолжают бодаться и в настоящее время, только появился еще один игрок. Кроме люминального рака молочной железы, появился еще COVID-19. Ну, с точки зрения химиотерапии, как мне кажется, это одна из, кстати, нередких ситуаций, где вот эта ковидная настороженность, ковидные проблемы оказались благоприятными с точки зрения отсечения ненужных активностей. И здесь реально, как бы, да, вот тот чемодан, который мы долго несли с собой в виде химиотерапии при люминальных раках, но по привычке не хотели бросать, он, я так думаю, отомрет сам с собой в свете того, что это уж совсем за гранью добра и зла сейчас, это слишком рискованно для пациента, это слишком рискованно для клиники, и это неудобно, как бы, да, видеть человек на проведении химиотерапии там, где можно ограничиться таблетками. Поэтому, как мне кажется, сейчас в эпоху COVID-19 это активно отмирает, химиотерапия при распространенном люминальном раке, ну, и думаю, что она не возродится уже из пепла, как бы, да, после того, как ковидная эпоха закончится. Так что это в полный плюс. А вот в отношении двух других лечебных опций, как бы, да, CDK4.6 плюс эндокринотерапия в версус чистой эндокринотерапии, все не так однозначно. Потому что на стороне CDK4.6 реальный доказанный выигрыш в общей выживаемости, но с другой стороны, на этой же стороне, это реальная дополнительная токсичность, которая обуславливается добавлением этих ингибиторов, в то время как чистая эндокринотерапия по понятным причинам, как бы, да, это наиболее щадящий вариант лечения, доступный в онкологии на настоящее время. И как выбрать, вот, между этими весами больше эффективность, но потенциально большая токсичность, которая может интерферировать с COVID-19, либо меньшая эффективность, но и меньшая токсичность. Ну, давайте посмотрим зарубежные рекомендации. Здесь даже глубоко не надо смотреть, чтобы понять, что эти рекомендации говорят примерно следующее. «Ребята, думайте сами, решайте сами, что вы будете выбирать». Потому что абсолютно витиеватый текст, без всяких, как бы, да, однозначных рекомендаций, которыми мы привыкли. Даже НССН-овские, которые обычно всегда очень прямолинейны, со стрелочками и так далее, они не стали в свои алгоритмы включать, как бы, да, подходы в эпоху COVID отдельно. Они сделали это текстом, и там текст звучит примерно так же, да. Добавление CDK 4.6, оно может быть тогда, когда от этого есть выигрыш, а не должно быть тогда, когда гормон терапии может дать одинаковый с этим результат. Когда это тогда? Когда это происходит? Когда сделать этот выбор? К сожалению, ответа эти рекомендации не дают, и поэтому, как бы, да, после того, как вы их прочтете, запишите, еще раз прочтете, приходится думать самим, чтобы не пойти по пути, как бы, да, черт бы с ним. Пускай все получают эндокринную терапию, потом разберемся, почему черт бы с ним не очень хорошо в этой ситуации. Ну, потому что здесь есть, речь идет о терапии, которая реально увеличивает продолжительность жизни больных. Здесь уже не идет речь о выигрыше выживаемости без прогрессирования. Мы решаем вопрос о том, назначить или не назначить терапию, у которой есть выигрыш в общей выживаемости, и при этом вполне не так уж и плохо, как бы, да, с токсичностью. Она хорошо управляема в мирное время, что видно из исследований и из личного опыта. Поэтому давайте разбираться, как бы, да, на конкретном примере. Итак, почему мы потенциально можем отказаться от ингибиторов CDK4-6? Чего мы опасаемся? Ну, первое, мы опасаемся, что эти препараты, являющиеся ингибиторами клеточного цикла и потенциально, да, влияющих на какие-то линии защиты организма от инфекции, они могут интерферировать либо с риском заболеть за счет некого ослабления иммунитета, либо с риском получить тяжелое течение инфекции, опять же, за счет некого осложнения иммунитета, либо, соответственно, с риском утяжеления инфекции за счет наложения разных побочных эффектов, которые характерны для CDK4-6 ингибиторов. Ну, плюс к этому, существует еще риск увеличения, ну, как бы, да, риск увеличения инфицирования за счет логистических проблем, потому что, в отличие от эндокринной терапии, пациенты на контроль должны появляться несколько чаще. Ну, и, соответственно, если риски увеличиваются, то что с этим делать? Итак, первый вопрос. Не увеличивают ли CDK4-6 ингибиторы риск развития ковид-инфекции за счет основного механизма действия препаратов, учитывая, что они вызывают нейтропиниру? Ну, давайте посмотрим, как бы, да. И здесь, как мне кажется, абсолютно очевидно, что нет, не должны, во всяком случае, исходя из биологии ковид-инфекции и исходя из механизма действия препаратов CDK4-6. Потому что, если вы посмотрите, кто основной эффектор в борьбе против ковид-инфекции, это все-таки лимфоидное звено. Да, это CD4, CD8, но никак не нейтрофилы. А что поражается CDK4-6 ингибиторами? Основная мишень – это все-таки нейтрофильное звено, это мононуклеары, а это защитники от бактерий и грибов, но никак не от вирусов. А что по поводу лимфоцитарного звена? Да, ну, в принципе, если посмотреть инструкции подробные, это как бы, да, зарубежные, то мы видим, что в рамках исследований было свидетельство о том, что наступает и лимфопения, как бы, да, участие пациентов. Но это гораздо реже, чем нейтропения, раз. И второе – это менее глубокая ситуация. Второй вопрос – не увеличивает ли тяжесть течения ковид-инфекции за счет основного механизма действия препаратов? Еще раз возвращаемся к тому, что было сказано раньше. Судя по всему, не должно. Еще раз, протективный эффект, он лимфоцитарный, а на лимфоцитарное звено CDK4-6 действует гораздо менее выраженно. Более того, если задуматься, что убивает пациентов, инфицированных ковид, как бы, да, это то, что гипер... Часть, во всяком случае, пациентов – это гипериммунный ответ, который как раз реализуется за счет мононуклеарных клеток, за счет макрофагов и за счет моноцитов и за счет нейтрофилов отчасти, если смотреть, например, гиперкоагуляцию, которая возникает на фоне ковид-инфекции. А наши замечательные препараты CDK4-6 нейтрофильное звено как раз поражают. И, возможно, как бы, да, ну, во всяком случае, хитрая фарма даже запустила исследование по попытке использования CDK4-6 ингибиторов для того, чтобы ослабить патологический иммунный ответ у больных с тяжелым течением ковид-19. Будет ответ на этот вопрос позитивным или нет, я не знаю, но факт остается фактом, как бы, да, такие исследования идут. И, более того, возможно, они не лишены здравой логики, потому что вот те описания возникновения ковид-инфекции у больных на фоне CDK4-6 ингибиторов свидетельствуют о том, что эта терапия потенциально может отсрочивать клинические проявления инфекции, то есть тормозить вот тот самый патологический ответ. Ну, не увеличивает ли терапия риск тяжелого течения или смерти за счет наложения осложнений ковид? Ну, коллеги, как бы, да, переносимость CDK4-6, вы сами знаете, тяжелые осложнения очень большая редкость. А вот химиотерапия, которую, скорее всего, придется использовать достаточно быстро, если вы начнете с чистых эндокринопрепаратов, вот здесь вот, да, шанс наложения есть, потому что там нейтропиния и нейтропинические осложнения не редкость. Но в целом, конечно, нужно помнить о том, что любая дополнительная таблетка может интерферировать, допустим, уже противовирусной терапией, либо с какими-то препаратами, которые будут использоваться в случае инфекции ковид. И уж если пациент заболел, то, скорее всего, наверное, в ситуации люминального рака мы спокойно можем остановить прием CDK 4.6 и возобновить его после реконавлесценции. Риск заразиться? Вот здесь вот, наверное, да. Здесь, наверное, да. В том случае, если вы вынуждены пациента приглашать на дополнительное обследование и не можете обеспечить ему нормальной изоляцией в рамках медицинского учреждения. Но если можете, и если эти обследования не чаще, то, скорее всего, дополнительный какой-то риск, связанный с этими визитами, будет либо минимален, либо будет отсутствовать полностью. Итак, изменение тактики лечения онкологических больных в период пандемии COVID-19. Что можно сказать в итоге? Рекомендации – это прекрасно и хорошо, и они должны приниматься за основу и соблюдаться там, где прописаны четко и однозначно. Однако в связи со скоростью возникновения этой проблемы, ее эволюции, полностью прописать однозначные алгоритмы, конечно, мы не сможем. И для того, чтобы найти правильное решение, информацию, конечно, нужно прежде всего пропускать через себя, ища оптимальный вариант решения с учетом в том числе и местных особенностей организации системы здравоохранения, а также с учетом конкретной клинической ситуации и конкретного пациента. Ну и, собственно говоря, именно для этого мы и собираемся вместе. Я очень надеюсь, что рано или поздно, конечно, эта проблема уйдет из нашей жизни или потеряет остроту. Спасибо за внимание.